30 лет для мужчин Ну, вообще, любимым делом очень трудно устать заниматься, так как группа «Чайф» не собиралась как некий музыкальный проект, как некое предприятие. Это была компания друзей, которой хотелось быть парнями с гитарой. В принципе, у нас получилось даже чуть больше, чем мы мечтали, поэтому как это может надависеть? Ну, а творческая подпитка все-таки? Все из разных мест, скажем, черпают вдохновение. Оно должно же быть все равно без него? Ну, конечно. Откуда? Я, честно говоря, не очень понимаю, откуда приходит вдохновение вообще, что это за субстанция такая, но мне кажется, что мы достаточно музыкальные все люди, все время пытаемся найти какую-то новую музыку, новую старую музыку, ту прекрасную музыку, оригинальную, там, 50-х, 60-х годов, которую вот люди придумали, они придумывали музыку, которой еще не было. И очень много этой музыки до нас не доходило. И когда сейчас ее откапываешь, ты вот прямо видишь, из чего она сделана, она как, знаете, наметочки, вот эти швейны великих мастеров. И ты можешь посмотреть, как это скроено, из чего это все еще не причесано продюсерами, не причесано каким-то роскошным звуком студийным. И там много можно чего почерпнуть, как твои мысли, как твои какие-то внутренние пульсации, ты вдруг понимаешь, ага, можно попробовать вот это лекало, а это лекало взять. Конечно, мы используем мировой опыт, там музыка, ну, в общем, понятно, что рок-музыка не в Сибири родилась, и, в общем, мы так или иначе ее адаптируем на наш менталитет российский, на нашу русскую почву. Ну, все-таки еще один вопрос про музыку, тема у нас сегодня музыкальная. Как относитесь, уже немножко говорили об этом за кадром, к обилию, ну, их называют еще исполнители-однодневки, те, которые действительно создают проект ради проекта. Как вы эту ситуацию воспринимаете? Ну, у меня вообще нет претензий к этим исполнителям вообще никаких, потому что, во-первых, эти исполнители все, они про себя не думают, что они однодневки, они все надеются, что после этой песни будет еще. У меня есть вопросы к тем продюсерам, кто их делает, кто их создает, к кому они приходят, и кто искусственно делает из них однодневок. Этим артистам не нужны долгоиграющие проекты. Он станет настоящей звездой, он начнет продюсеру вопросы задавать. А почему я столько получаю, почему столько, а почему я на таких условиях езжу? А тут абсолютно такие безропотные исполнители, ну, такие гастарбайтеры, можно сказать, которым сказал копать. Они копают. И как все-таки к вашей музыке, вернемся, за 30 с лишним лет изменился репертуар? Если на заходе это был все равно какой-то протест, желание что-то донести, изменилось ли это со временем? И если да, то что в тексты сейчас вкладываете? Название сейчас, да, у вас получается тоже такое дружелюбное, достаточно гастрольного тура. Но какой подтекст? Я думаю, что процент каких-то протестных песен, там, остросоциальных, он не изменился. И всегда у нас было в альбоме одна, две, максимум три. И в программе мы стараемся тоже вот их несколько штук всего сыграть. Просто в начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х на волне вот этой перестройки, средства массовой информации, эти песни были востребованы. Мы поем обо всем, я стараюсь петь обо всем, что меня волнует, и в том числе какие-то и социальные вещи. Очень много музыкантов, они все-таки пытаются больше двигать политические темы в текстах, либо, опять же, выступают на чьей-то стороне. Вообще, возможно, сейчас артисту действительно оставаться артистом, музыкантом, творцом, не вмешиваясь вообще, не касаясь темы политики? То есть выступать на сцене, не касаясь этого? Да, конечно, можно. Можно и так, и так. Никто, в общем, никаких правил, так сказать, существования артиста на сцене не придумывал. Мне кажется, что молодым, для молодых вообще это нормально. Вот нормально быть немножко революционером, реально верить, что ты можешь изменить мир. Наверное, мужчина, которому за 50, он вправе думать, что мы ничего не изменим, что мир как катится, так катится, идет какой-то глобальный процесс. Поэтому, когда молодые люди выходят на демонстрации, для меня это нормально. Когда мы из верстника выходим, мне хочется им сказать, слушайте, с внуками своими понянчитесь, вот будет больше толку, честное слово. Я много занимаюсь своими внуками, общаюсь с ними, стараюсь ставить им хорошую музыку, читать им хорошие книги, показывать им красоту, возить по миру и показывать. Вот это красиво. Не только. И у нас тоже в России. Вот это, вот смотрите, вот это вот только у нас. Вот такая красота. Я надеюсь, что они это запомнят. Владимир, спасибо большое вам за разговор, что уделили нам время. Я напомню, что в гостях у программы «Новости» здесь был рок-легенда российской сцены, солист группы «Чаев» Владимир Шахрин.